Право голоса По словам председателя фракции Экри Мартина Хельме, законопроект не ущемляет права неграждан, а наоборот мог бы стать решением давней проблемы большого количества лиц без гражданства. По его предположению, это могло бы стать поводом для обладателей серых паспортов сдать экзамены, чтобы вернуть право голоса. Разумеется, по мнению представителей других партий, подобный законопроект не является приемлемым. Ну, конечно же, фракция Центрической партии будет выступать против данного законопроекта. Кроме того, что он антиконституционен, у нас есть еще решение партийного совета, согласно которому мы будем добиваться права голоса всем серопаспортникам на выборах в парламент. Более того, руководимая нами коалиция предпринимает уже некоторые шаги в этом направлении. Ну, а сегодня, да, сегодня, кроме того, что мы будем выступать против партнера по коалиции, также не поддержат данный законопроект. По словам критиков законопроекта, предложение консерваторов является недопустимым и совершенно не соответствует духу времени. Социал-демократы, конечно, этот законопроект не поддерживают. Это чистой воды предвыборный популизм. То есть получается, что гражданин ЕС, например, из Испании или Португалии, приехавший сюда работать, сможет голосовать и высказывать свое мнение при формировании горсобрания. А те, кто живет тут и работает десятки лет, растить своих детей не сможет. Это совершенно неразумно. И хотя сегодня голосование по законопроекту не состоялось, поскольку депутаты выбились из намеченного графика, уже сейчас большой долей вероятности можно сказать, что законопроект провалится, поскольку депутаты из правящей коалиции не намерены его поддерживать. В том числе, кстати, и ИРЛ, по мнению которых, предложения консерваторов противоречат Конституции Эстонии. И все же представители ЭКРИ, которые, видимо, и предполагали такой исход, добились важной для себя цели. Их популистские предложения дошли до консервативно настроенных избирателей, что так важно для получения новых голосов накануне выборов. Виолетта Ланман, Риха Преес, Первый Балтийский канал.